МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С однозначным законодавством выборы членов Совета Республики ожитивляются на огольном сходе депутатов Мясовых Советов Базового Узровня. На Гомичне это 790 человек, 419, за яких приняли удел у посадженни. Выборы членов Совета Республики – заключный этап формирования национального схода Республики Беларусь. 11 вересня были выбраны депутаты Палаты представников. Теперь необходимо назвать прозвищи тех, кто будет представлять Гомичскую область в Верхней Палате. По намыслы членов Совета Республики попередника скликания завершаются 18-го столичника. Выборы президиума, секретариата, мандатной комиссии, сход проходят в ответственности с потребованиями выборчика кодекса. Прозвищи восьми кандидатов у членов Совета Республики, названные на посадженниях президиума Советов депутатов и выконавших комитетов. 23-го жюня Центр выборкам заявил заключение по законности выручения. Не глядя на то, что кандидаты прозвучат в разных сферах, кожный язык доброведая ситуацию и у инших или нах. Плюс великий житёвый опыт. Усёх это дозволяет свержать, что в Гомичскую область в Верхней Палате Белорусского парламента будут представлять компетентные и инициативные люди. Сегодня очень много делается для того, чтобы мы вышли в международные проекты. И последние годы нам удалось это сделать. Мы закрепились на рынках Российской Федерации, Украины, стран Латинской Америки. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день наше предприятие может достойно представлять интересы нашего государства за пределами нашей республики. Сгодно с рекламентом выборы членов Совета Республики отбываются тайным голосованием. Вся процедура займае около 40 хвилин. Есть час, чтобы я еще раз встретиться с кандидатами в Совет Республики и задать им некоторые вопросы. В прошлые годы в Белоруссии укладены значные бюджетные сроки в развитие Галин, но чекаемая отдача, пока досягнута не всюду. В приватности это отличается аграрного сектора. Директор Субзвезда Чеческого района Галина Требунах-Переканана сегодня больше уваги необходимо надавать работе на местовом узровне. Самая главная задача теперь стоит перед нами. Все то, что вложено в сельское хозяйство, чтобы мы это не растирали, чтобы мы это все приняли и с этим всем работали дальше. Все зависит от нашего труда. У вынеку тайного голосования членами Совета Республики, Национального схода Республики Беларусь от Гомесской в области выбранным, начальник Гомесского отделения белорусской чехунки Рыгор Дворок, генеральный директор предприемства Гомель Абалдарбуд Игорь Кравченко, генеральный директор объединения Беларусь-Нафта Александр Ляхов, главный редактор Жвобинской районной газеты «Новый день» Галина Мельникова, директор СССР-господарчика предприемства «Звезда» Галина Требунах, главный врач Гомесской городской клиничной больницы номер один Олег Ядрынцев, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков, директор Мазырской середней школы номер 16 Оксана Ковалькова. Есть ли основные задачи, их как бы много, которые необходимо решать уже сегодня. Даже Александр Григорьевич Лукашенко говорил на пятом Себелорусском народном собрании, что только за один год, 2017 год, принято около 160 новых законодательных актов, которые помогут стране развиваться лучше. Они касаются конкурентноспособной продукции и развитию образования как на международном уровне, так и включать профильное обучение 10-11 класса, инклюзивное образование. Поэтому вопросов еще очень много, которые нужно просто продолжать развивать и решать. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телераду компания «Гомель». Сегодня в Гомеле проходит пятый белорусско-финляндский экономичный форум. Его дельниками стали представники широкого финских компаний, керавництвом Министерства замежных справ двух краин, органов мясовой улады. Под обязанности в наступном сюжете. Финская делегация «Сюлита» – самая проставничшая за всю историю проведения подобных сустреч. Текавость до установления партнерства выказали коля 40 компаний. Мы привезли из Финляндии самую большую бизнес-делегацию за время наших двусторонних отношений. Это порядка 40 компаний, крупных, значительных. Ну и, конечно, представители мелкого и среднего бизнеса. И делегация насчитывает более 50 человек. Главное – это представители компаний, которые намерены найти здесь, в Гомельском регионе, партнеров. Интересы финского боку до белорусской экономики связаны с супрационистом у энергетици. Тут у финнов есть колоссальный опыт. Цекавость выказывают так само до отрыва працовки и сельской господарки. И тут уже нам есть чем поделиться. Среди перспективных направлений партнерства называют перепрацовку коммунальных и промысловых отходов, сельская господаршая машинобудование, айти технологии. Здесь в Гомеле конкретно у нас есть интерес к сотрудничеству в рамках свободной экономической зоны, с которой у нас уже налажены отношения. И мы надеемся, что нам удастся их развивать. Гандлевое экономичное супрационистство между Белоруссией и Финляндией носит взаимовыгодный характер. По выниках минулого года товарооборот склав свыше 100 миллионов долларов США. Пятая частка в агульном обороте приходится на Гомельскую область. Свою продукцию Финляндию поставляют у Тымлику. Белорусский металлургический завод, Централит и широк приватных компаний региона. По прогнозах экспертов, пятый белорусско-финляндский экономичный форум повинен поширить иснуючие совязи. Настасия Кучинская, Марина Северьянова, Игорь Марисченко. Телеры до компании «Гомель». У «Гомель» з'явятся новые микрорайоны, которые из иснуючих протягнуть ущельнять. В управлении капитального будовництва свяжут, что побудуют столько жилья, сколько потребно людям. При этом для тех, кто стоит на улику для приобщения жильевых умов, продугледжена минимальная надбалка до себе кошту квартиры. Новый микрорайон з'явятся побольше в улице Федюнинского. Там побудуются маль два десятки шмат поверховок. В этом году проведут инженерные освоения пляцовки, в наступном сведут первые домы. Что до зробленного, то селета в «Гомеле» плануясь побудовать свыше 200 тысяч квадратных метров жилья. Напереди еще три с половой месяцы, а ли все работы поспели выконать практически в стопроцентном объеме. Зараз протягивается будовництво от шаргового дома по улице Барыкина. В управлении капитального будовництва еще можно подать заяву на уключение в составе его дольщиков. Свободной застаётся третья частка квартиры. В будущем на этой улице з'явится еще коля 20 домов. Свободные места ограничены. Мы заканчиваем микрорайон 59-й, заканчиваем наш традиционный 46-й микрорайон, 104-й будем заканчивать микрорайон. И дальше смотрим на уплотнение. Это сегодня улица Барыкина. Не только правая сторона рассматривается снос сегодня как ДСК заказчик. Он смотрит левую сторону сносу тоже частного сектора. До инших тем. У РЦСОЖ нашли авиационную бомбу часов Великой Ачинной войны. И она находилась на трёхметровой глубине на суприть набережной у районе Белецкого спуску. Бомбу выявили водолазы подчас научально-тренировочных спусков. Зараз место, где она была знойдена, огороджена. Выставлены специальный буй. До работ долучились и усе затекавленные службы. По словам специалистов, в небеспеке для отпорчивающих на пляже предмет не представлял. Предмет обнаружен вне границ пляжа. Он обнаружен на судовом ходу реки СОЖ. А это приличное расстояние. Ежегодно перед началом купального сезона акватория всех пляжей города Гомеля и области проходит водолазное обследование и очистка. У поправших установок реализуется проект под назвой «Адукация открывает двери». У его рамках на базе колонии номер 20 у Мазиры пройшов методичный сбор супрацовников психологичной службы. Тема семинара – профилактика суицидальных и деструктивных поводинов особ, которые утримливаются в установах пенитенциарной системы и лечебно-працовных профилакторах. Об чем шла размова, доведались корреспонденты телеканала Мазир. Турма – место отбывания покарания, одночасовое место управления. Психологичная служба в режимных установах ориентована в первую очередь на то, чтобы помочь человеку адаптироваться до местных реалей и до наступного життя на воле, чтобы больше сюда не траплять. На семинары, которые проходят на базе колонии номер 20, специалисты-психологи рассматривают профилактику суицидов, агрессий и конфликтов. До речи, успеховый опыт работы в этом на керунку тут есть. На базе арештного дома была открыта психологичная лаборатория. Осуджены у незмушенной обстановки, максимально наближенной до домашней, с допомогой специалистов, працуя над внутренним ям. Инший немаловажный аспект у поправчем процессе. Каб позбегнуть рецидиву, человеку треба допомогти замацаваться в вольном житте. По статистице, 85% осудженных у Мазирской колонии не мают навод аттестатов. С дня давних часов присоединены доброчинных заходно-европейских организаций, и они могут отримать запотребованную специальность. Без службы исправительного процесса в последнее время она приобрела новый такой виток развития. Мы изучаем активный опыт европейских коллег, Российской Федерации. Скажем так, мы стали работать не то, что по-другому, стали работать здесь на лучшее. То есть в рамках гуманизации системы исполнения наказания в целом. Мы применяем более такие методики, которые направлены на то, чтобы осужденный, выходя за пределы исправительного хирурга, нашел себя в жизни, стал полноценным членом общества. Психологичное развитие, научение и праца. По задумцам и навитагеты, складаючи, повинны садзейничать в управлению человека, який пераступил закон. Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». Протягиваем выпуск. Фотопроект под назвой «Книжные люди» представила в УАЗе своих читачоу Гомельская областная универсальная библиотека «Мя Ленина». Открытие экспозиции присвечено профессийному святу – Дню библиотек. Уникальную фотогалерею литературных героев и исторических деятшев наведала Ганна Корольчук. Остап Бендер, мисс Марпл, Яуген Анегин сошли со сторонок книг и ожили у стенах библиотеки. Больше за 17 год народный аматорский театр «Гроки» дает махчимость супрацовникам установы поспробовать себе в разных ролях. А в этот раз в образы ведомых книжных героев вы решили заховать в фотосдымках. У фотопроекта, я бы сказала, две задачи. Первая задача – показать одухотворенность человека читающего, потому что на каждом портрете мы видим героя с книгой. Но сам по себе человек читающий – это такой образ уже очень известный в литературе, в искусстве. А мы хотели еще этим проектом показать необычную сторону библиотечной профессии нашей, показать библиотекаря творческого. Прокладным утром и весной, с друзьями и любез, я всех отправиться с собой, забыв страну чудес. Отгукнулися на эту идею и по мастерску в особе литературно-мастатский проект фотографы Светланы Лазаренко и Андрей Моисейко. Фотосдымки проводились у основном, у рекреациях библиотеки с использованием студийного обсталявания, исторических костюмов и стилизованных элементов. Простры месяцы с допомогой арт-студии «Картина Мары» 35 работ были перенесены на полотно. Самым приятным, наверное, были слезы сотрудницы Натальи Юзенковой. Она с 1977 года работает в библиотеке. Когда она увидела свою фотографию, она заплакала и сказала, что она даже не знала, что она такая красивая. Это было самое приятное в этом проекте. Все работы на самом деле очень хорошие. Тут нет такого, чтобы выделялось что-то конкретное. Они все идут как одно целое, создавая при этом общие впечатления, естественно, положительные, эмоциональные. В принципе, мы работаем в этой сфере, в сфере эмоций, поэтому здесь, конечно, все замечательно. Выстава будет пересована. Частка работ уже экспоновалась на дни белорусского письменства в Рогачеве. А четвертого костричника фотопроект «Книжные люди» будет презентована у Национальной библиотеки Республики Беларусь в Минску. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадо-компания «Гомель». Шарговый выпуск программы «Добрый вечер Гомель» присвященный 75-ти годзю Гомельского областного клинического шпиталя инвалидов Айчинной войны. Как начиналась история медицинской установы, что выкликает особливый гонор у тех, кто стоял для вытоков развития современного шпиталя, какие задачи ставят перед собой супрацовники сёння. Про это и многое иншее пойдет разговор с гостями студии. Глядится «Добрый вечер Гомель» сёння у 19.30 на телеканале «Беларусь-4». Тёплое сухое надворе захаваецца на гэтым тыдне у регионе. По информации областного гидрометацентра, опадку до пятницы не прогнозуется. 16 вересня местами махчимы краткочасовые дожжи. На протягу ближайших дён максимальная температура по ветру складе плюс 8-11 градусов у ночи и плюс 20-22 у день. По попередних прогнозах, вересень у Беларуси чакается на 3-5 градусов теплейше за климатичную норму. И об спорте. У Гомеля сегодня проходит першинство в области по самбо. По его выниках будет сформирована команда, якая представит наш регион на республиканских споборницах. Самбо хоть и не олимпийский вид спорта, однако интерес боку молоди да его стабильно высокий. Готовит одиноборство, цикавы своей универсальностью и постоянным развитем. У им собраны самые эффективные приемы и тактыки. До того, что оно выховывая характер и волю. У першинствей приняли удел больше 50 юнаков 1999-х и 2001-х годов на Раджене. Переможцы у своих ваховых категориях отправятся на республиканские споборництвы, які отбудутся на початку кострышника у стайках. У сборного состава идут два состава, первый и второй номер, а там уже посмотрим, кто будет сильнее в конце учебно-тренировочного сбора. Те уже выйдут на первенство республики. Гэты инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomle.by. На гэта выпуск завершенный. У студии працавал Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин